Так, давайте маркировочки посмотрим. Пожалуйста, всё есть. Колбаса «Славянская кровяная», покажите нам. Вот. Электронная ветеринарная сертификация входит в привычный ритм работы производителей пищевой продукции, торговых сетей и предпринимателей, торгующих продуктами питания на ярмарках. Система «Меркурий» создана специально для пресечения нелегального ввоза в страну продукции и контроля над её качеством. Специалисты Щёлковской ветеринарной станции проверили на соответствие нормативам одной из палаток передвижной ярмарки, открывшейся на Пролитарском проспекте. Преимуществом этой системы является то, что мы можем следить полный путь продукции, начиная от выращивания животных и заканчивая готовым продуктом, который попадает на стол потребителям. Ветеринарная служба Московской области оборудована техническими средствами, которые позволяют в любой торговой точке проверить товар на соответствие санитарным требованиям, другими словами, уточнить наличие ветеринарного документа. Любой покупатель может прийти с мобильным устройством и с помощью приложения прочитать этот QR-код и увидеть полностью электронный ветеринарный документ на конкретный вид продукции. Даже если у покупателя в телефоне не установлена программа «Меркурии», он всё равно может зайти на сайт Россельхознадзора и в разделе «Ветеринарные сертификаты» ввести номер. Его должен сообщить продавец. Для производителя, выпускающего качественные продукты, обязательная сертификация – это возможность заявить о прозрачности происхождения своего товара. С другой стороны, если продавец откажется предоставить покупателю сертификационный номер, есть повод усомниться в легальности и качестве продукции. Цифровые технологии в действии. Государственная информационная система «Меркурий» введена с 1 июля 2017 года. В этой системе обязаны зарегистрироваться торговые сети, предприниматели, работающие в том числе на таких ярмарках и занимающиеся реализацией так называемой биологической продукции – мяса, рыбы, молочной продукции и мёда. И сделать это необходимо было с 1 января 2018 года. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково». Продолжение следует...